260 в прошлом году 260 с крупного Рогатого? Да Ничего себе Это корченские цены что ли? Корчен в этом году уже 350 400 400 А у нас 40 голов Ну возьмите, что мы догоняем 100-500 метров Если мы пошли в телят Своих, сами дети Своих, хороших А если вот мы сейчас Попросим, чтобы Устанавливаете, если она была 260-200 Добавляете Деньги сами из себя получаете Почему? У кого нет, допустим, с удовольствием Ось бы под Колымел А что там идти целый день торчать за 500 рублей 400 получается Голов очень мало А так бы, хоть не жалко было День пропал Рублей 700 заработал Ну вот 40 если на 300 12 тысяч По 400 рублей только 400 рублей в день? А без баранов Без баранов будет 500 рублей в день 500 рублей в день Это в городе зарабатывать только так Ну а если по 400 Ну а если по 400 А если по 400 Верно, сколько тогда Если 400 за голову? Да Ну 400, а на 40-16 тысяч Ну что 400 там много, наверное Было 200 Ну если хотите, 700 рублей в день получать Тем более, Путня сказал, что уровень жизни Когда-то будет。。 Путин принимать Тователя Тователя Нет, ну а Ну а Ну 30 рублей, я думаю Ну не 450 Ну, не 450 То есть, что там 360 Надо, извините, сравнивать Путин 330 и 99 350 посчитайте Вопрос, давайте зададим Никите. Никита, если тебе пасти, сколько ты хотел зарабатывать? О, ну это кончено, это вопрос. Это неправильно? Так никогда не было. Я был на сходах, когда отец у нас занимался в пости, это всегда было в деревне. Объявляли деньги, возле конторы собирались в сход. И вот приходили, значит, кто пастухи? Отец всегда, на сходах, допустим, на 10 часов, отец не торопится, всегда потихоньку. Тихо, ничего, он специально тянет, он знает, кто будет. Если он только это, то наймут только его. Он в этом уверен всегда был и приходит уже с опозданием. Там, значит, пастух говорит, ну, ты вот, допустим, мне говоришь, что? Ну, я, тогда было как? Не за деньги, за деньги никто не пас. Сколько? Ну, ведро картошки, там, с картошки, там, 10 яиц, там, или 2 литра молока, там, или сколько, так говорится. Вот так, на натуру. Ну, да, согласны, сколько там. Вот. Все. И вот, а тот говорит другому, а я вот такую цену. Ну, отец там на яйцо побольше скажет. Ну, конечно, его пусть больше, но знает, что он пастух природный, пастет хорошо, значит. Обязательно его на яйцо там. У остальных шансов не было, в принципе. Ну, да, да, не было уже шансов, у остальных-то не было. Вот так. Ну, а когда он уже не был, тогда там кто-то уже другие, когда он там, ну, не ходил, болел, по болезни что-то не смог, там, или что в этом году, там, или коров-то, или овечек он там занимался, скажет. Овечек полегче, все-таки, постичем коров-то. Вот. Тем более, он один пастух, когда он один пастух пасет, то овечки уже знают, допустим. Он идет, они за ним там идут потихоньку. Он пошли, вот даже я вот здесь вот сколько пашу, они пошли туда, а я возле их склада, они на платину пошли. Я крикну, куда? Они гляну, идем, сейчас разворачиваются, пошли назад. То есть, они понимают голос. И вот отец спасет, пошли корову там, куда, в полосе, где хляп. Он только крикнул, куда пошли? Она посмотрела, он еще бичом щелкнул, она разворачивается, пошла назад. То есть, пастух, когда один пастух, а у нас, конечно, у нас пастух все идут пасти. В руках даже веточки нет. Идет, руки в карманах, и все. По сути, когда Корченская говорит, ну и корову у вас. Они там в последнее гонят их. Они говорят, у вас не понимают, что такое бич. Кнутат они не знают. Они пока он там не отприсал, она не поняла, что это такое. Думают, что это какое-то это. А которые тебя знают, то он издалека. Он там еще сотни метров, только щелкнул как бичом. Она сразу говорит, что это такое. Знает, что если она ослушает, ей попадет уже. Вот так вот. Ну, это когда один поступок. Да, когда один. А когда много-то идут, то идут и говоришь, ты возьми хоть палочку какую-то в руки-то палочку. Возьми хоть. Всегда должен быть и лепнут, или хороший. Специально делали палки, назывался батик. Молодую березку с корнем вырывали где-то. И ее обделали так. И внизу получался такой набалдажник, вот такой примерно. Но и не только это. Тогда были змеи, волки были. Если раз стукнуло этой шишкой, то мало не покажется. Такие делали. Всегда. Ну, договоритесь, что? Договоритесь, сколько? Нет. То, что я предложила, согласны или нет? Голосуйте. Давайте голосовать. Нет, подождите, вы говорите. Голосовать. Что? Обязать к этому мы как? Можем обязать. Кто согласен за такое предложение? Ну, нам осталось за такое предложение. Я же предложил, что согласен. Это же предложение, это не обязательство. Две недели нам осталось до конца этого. А там вот вот уже будем идти пости. За две недели просто кто желает, что там поможет. Ну, они будут каждый день пости, что ли? Ну, почему? А как они будут пости? Ну, там кто-то по-трому. Ну, как? Кто кому? Ну, у меня антистка уже заняла. Ну, когда? Ну, когда приедут? Ну, где Юля приедет? Она, где Юля приедет? Да. А сейчас? Вот, пока. То есть, сейчас, у меня сейчас работы там полно. У меня новый участок. Так, подожди. Мне там нужно их садить и ремонтировать и пристроить. Я сейчас никак не могу. У тебя две недели у меня точно забиты. Никак не оторваться. Вот. Я сказал вот. Ну, ты вот. Вот и все. Вот эти две недели как раз-таки очень трудные. И каждый день. Ты день пропас, а пять дней ты дома. Да. Не пять, а шесть. Один день. Шесть денег. Один день. Не, не из денег. Просто именно на то время. У меня тоже, что у тебя, чтобы у меня куча работы. Вот. Чисто один день. Чисто для того, чтобы помочь. Как бы такая солидарность. И так. Никак, я тебе это могу в том плане, что приду тебе дрова сложу. Нет. Да. Причем здесь дрова сложу? Просто. Понимаешь, если он действительно эту работу тоже надо выполнить. Это все относительно. Ее я смогу сделать. И я его каким-то образом. У всех дела там. У Игоря с комбайном там. Чье дело важнее там. Мое, что мне в семью переехать. Или у Игоря комбайна. Или он то, что приехал там посадить надо. У всех равные дела. Всем нужно. Поэтому здесь. Без всякого, мне кажется. Один день от работы, еще и денежку за это получил. Минимальную какую-то. Это будет по-честному. Тем более. У нас были так. Весь световой день работали в колхозе. Когда успевали дома. И садить все успевала мамка как-то. И убирать собирали. Убирали. Все это делали, когда уже сделала там в колхозе. Стоила коров. Тогда дома делаем. И это каждый день. Без выходных. Без отпусков. И бесплатно. Там люди уже жили. Они уже жили. Уже дома. Ну да. Допустим. Тут остались старики. А молодые заняты в основном. Вот. Че. Молодые сколько. Им всем строиться надо. Да? Тоже. А когда они будут? Тоже протянутые время. Там, там, там. А день и месяц за днем. Вот смотри. Допустим возьмем. Вот сейчас у нас. Сказали. У Лешки трое детей. Я просто пример. Трое детей. Лия дома. Она не работает дома. А у нас мамка когда была. У нас было пятеро уже маленьких там. Шестеро. Она. В колхозе работала дояркой. Дояркой. Три раза в день подоить. Когда это. Десять коров вручную. Да маленькие кто? Не такие же маленькие. Уже подростки. А кто с маленькими то был? Ну стоп. Ну мне было восемь лет. Я Вальку на ферму к матери достал. Восемь лет. А это мы еще старше. Ну сколько. А там еще двое маленьких. Да нет. Ситуация еще хуже была. Муже было намного. Намного. Просто богатыри не мы сейчас. Что сравнивать. Ну это как пример. Да. Мы сейчас не будем. Что сравнивать. К самому поводу. Что мы живем не в том времени. И все. Мы там не живем. Как бы я. За то не отвечаю. Не отвечаю. Я просто говорю пример. Что люди как переносили. Какие трудности были. И дома. И никогда даже не роптали. Мать. А чем. Как это кормить. Ну и все. Значит сколько нас. Мы рабашим. Мы и Устина. Все. Три человека. Кому-то будет три раза попасти. Кому-то три раза попасти. Кому-то. Мы еще не подняли руки. Даже не подняли. Кто согласен. Это 2-3 раз согласие. Даже может быть. Нет. Хороший предложение. Давайте тогда. Поднимайте руки. Кто согласен. Кто согласен. Так. Ну что все сидим. Один раз согласен. Нет. А цена то какую. Договорились. Ну не меньше триста. Может быть триста пятьдесят. Правильно. Там что. Потом. Ну не меньше триста. Нет. Ну сейчас да. Договариваемся. Как нам. Деревенские вопросы решить. Как скотину пасти. А Володя не будет пасти. Может Володю плотненько попасть. Надо ему предложить. А то он сейчас здесь работает. Не работает. Будет деньги зарабатывать. Бедные. Не хватает им. Да нет. Никогда делать. Понятно. Ну что. Это пенсионер уже. О чем речь-то. До шестидесяти лет она сказала. Да. До пятидесяти. Тем более до пятидесяти. А он. А вообще ты сейчас пенсионный этот продлеваешь. Еще. Еще не подняли. Повезло пенсионеру. Ну ладно. Кто согласен за предложение. Осень. Согласен нет. Другого и нету там. Да. Вариантов нету. А какой вариант. Ну ладно. Мы голосуем. Нам да. Нам хоть кто желающий помочь. Не поднял руку, нет? Из желающих. Не поднял Ликита. Он в месте по этому отцу. Володя, а ты поднимал руку? Да, я поднимаю Ты поднимал руку, а на камере не скажешь Поднимал, и мне это не видно Составляйте график По поводу цены еще раз Нелли Александрович, поднимал руку? Мы уже далеко за 50-х Что против, только Никита не будет По два раза Просто выдержался Чем больше народу, тем реже пасти Чем больше народу, тем пасти один раз в неделю, допустим Все, это нормально А ты себе выбери, Никита, в воскресенье В воскресенье, например, деньги заработаешь и отпасешь Пасешь и искушение никаких не будет Ого, смотри, сколько уже Такой же стильчика завел Он на кого их оставит? На воскресенье, с утра дал, все как маленький На обед пришел, посмотрел У кого них стоит своими небесами? За ними все равно следите Все поднял, а Никита тоже поднял руку По поводу искушения хочу сказать А вот эту тему я уже сегодня поднял Это не надо ее превращать Эта тема серьезная на самом деле Она касается нравственности, целомудрия И поэтому так смеяться там за обеденным столом Вот Никита вымошел такую шутку сегодня Вообще там женщины И там поехали в Барнаул рассказывать Это не смешно Я прошу меня клоуна не выставлять сейчас Потому что это за правое дело я сказал Это не серьезно ты это говоришь Ну я сказал, ну кому-то смешно Но мне не смешно это И теперь еще один пункт скажу Что хочу обратиться ко всем женщинам Что не дрезили меня такими словами Как говоришь, что Никита тебе надо замуж выходить Потому что в контексте их не речь Это означает типа замолчить Или за какой рот Потому что ну как Я сам когда решу Хочу жить, хочу Это чисто мой выбор Это че затыкает не рост словами Что там Это не затыкает Это же пожелание Это не пожелание Это было близко Тебе уже сколько? 26 лет? От меня что ли? Ты давно уже надо Если ты думаешь Если ты настроен на то Чтобы полностью свою жизнь Посвящить для Господа Как сказать один Как апостол Павел То да А если нету Это пора обустраиваться А когда ты? В 40 лет жениться Семь я обустраиваюсь Я хочу 60-х Хочу жениться У нас забрещено пустать У нас одиночки не поселяются Хочу Так не бывает Все делаю сейчас в свое время Понимаешь? В свое время все делается Ну просто не колоть его этим вопросом Вам тоже Подожди Мне как-то там Неудобно Никита Это было сказано Из других соображений Понимаешь? Ты уже здесь Ты сколько лет Уже живешь здесь? Уже 5-й год 5-й год Это моя проблема Это ваша проблема Никита Ты можешь выслушать Когда говорят? Или ты должен С собачица сидеть? Тебе говорят старшие люди А ты сидишь Бу-бу-бу-бу-бу Да тебя никогда не дают Просто тебе говорят Успокойтесь Все-то вы разошли Совсем Все Теперь послушай Что тебе говорят Ты приехал У тебя здоровье какое было? Тебе его подняли Это здоровье И сейчас у тебя Плоть просто Заиграла Вот и все Вот тебе все объяснения Почему ты раньше Не реагировал На наши попы? Вашу попу я не рассматриваю Ваша попа стоит на своем месте Я к нему даже не смотрю Мне не интересно Ваша попа происходит Ты все время На прирослась Ваша попа уже многолетие Это попе Вот понятно Поэтому тебя она не интересует Вот ты сам себя и расскажешь Нет, я вам допустим Скажу это Хотя я не первый раз слышал Просто, конечно Женщина должна Целомудия надеваться Правильно? Мы идем если в храм Значит должны Сарафан Вот милое дело Сарафаном ничего Ты поконишься А если уже Какая-то юбочка Или какое-то Платье Или кофточка Ну надо смотреть Куда идем Мы же идем Не в театр Не в кино Никуда не Правильно? Каждый это должен Женщины Особенно молодые Важны себе взять А родители За молодежью Смотреть Ну вот все Ну а мужчины Естественно Тоже должны В кино Что? Девять на смотреть Ты говори Че нет Некуда смотреть Планы коны Смотреть Двадцать шесть лет В этом году Потеряете И никогда Такой вопрос Не вставал Ну в конце концов На клироссе Все стоят Глинных Не только Чтобы она Не облегала Не обтягивала Вот эти формы Все это не нужны Просто с другой стороны Интересно Самый лучший Сарафан Смотрите Он Ну все нормально И хоть как-то там Кланяйся Или что Все отлично Двадцать шесть лет Прошло Ни одной из женщин Или как Не родилась мысль Мне очень нравится Как у нас Старобрядки Другой вопрос Кто она там После службы Сняла Там в штанах Ушла Это третий вопрос Дело в том Что Двадцать шесть лет Прошло Это стоит Допустим Ну не знаю Сейчас Ну тысячи три Ну может быть Максимум пять Если у тебя там Крутой материал Разве нельзя Собраться У нас как девчонка Какая приходит Новая Сразу вокруг нее Раз ей смотрят Сшили сарафан Это так Я не о том говорю У вас отличный Сарафан у всех У вас все Хороший Смолырин салафан Я говорю о том Что Не на том месте Стоите С правой стороны От мужчины Кланяйтесь Надо вас отделить Стеной Чтобы вас не видно Клирос Всегда стенка Есть Для развернуть Просто клиросу В сторону Чтоб боком стояли Или на него поставили Я об этом говорил А где-то все Прекрасные Можно сказать Просто замечательно Никита Или ты в интернете Пересмотрел Чего-то Тебе ассоциация какая-то У тебя уже дальше Здравого зрения Не будет Ты будешь каждую женщину Видеть В своем виде И так себя То есть А скотинить Такое представление Ой ладно Это тема Не для меня Я ушла Да Давай Это уже прошло От тебя Конечно Кто это у вас там Другов такие Да Вопросы поднимают Что характерно Люди какие Понятно Где у мужчины глаза Вот и все Я Рассказывал Случай такой Кто-то может Знает А я служил в Тобольске Был настоятель В Тобольске В Покровском соборе 23 июня Там всегда праздник Там мощи Святителя Иоанна Тобольского Там все В советское время Там на севере Больше не было Приходов Ранее был Тобольск Это сейчас Там и Ханты-Мансирис Там и Сургург Нижневарца Везде там храма Тогда не было Вот И на этот праздник Люди приезжали Там Со всех Дальних-дальних Там этих Стойбищ Даже Есть такие Национальные Зыряния какие-то Вот Зыри они такие Они приезжают Очень они Особенно женщины Такое одеяние У них Юбки какие-то У них Такие Как бы Она юбка Как одна Посмотрят Там может 5 или 6 Кажется С такими этими И как-то Плато Так накручено Они Очень ревностные Христиане Она каждый год Приезжала Одна А потом Год не было Я потом приезжала Я говорю А ты почему не была-то В прошлом году Я проболела Говорит Зимой И не заработала Денег Так а что Сын Ну надо ехать Только на свои деньги Заработанные Они Шьют там Тапочки Там Вяжут что-то И вот Она продаст И только на свои Деньги Едет Туда Только тогда Говорит Богу угодно Вот такое путешествие Что ты на свои Заработанные Не то что тебе Кто-то там дал И ты поехал Ну ладно Народу много будет И приезжая С патриархии С Москвы Была одна Раба Божия Такая Ну она уже пожилая Там за 60 лет Она работница Патриархии Была Ну и конечно Ее здесь так Впереди там Поставили Немножко А В Ишиме Был такой Юродивый Геном Вот Он всегда Ходил зимой Или летом Он всегда Рваный халат Какой-то У него там Это Платок Подвязанный Так На голове У него Значит И Рукавицы Такие Верхонки Большие верхонки И вот так В этом Ходил Все Вот Его владыка Очень Как-то так Уважал Почитал Его Как блаженного Ну и он тоже Стоит впереди Приехал Впереди Он тоже Стоит И вот он Планяется И поканяется У него Халат Рваный Сзади И Штанина Одна Заплатка У него Как-то так Он как поклонится Заплатка Поднимется И у него В голову Ягодица Видать А это С патриархии Это женщина Она стояла Сзади И вот она Как он поклонится Он свернет У него И она Высказал Недовольствие Вот Сам впереди Голая задница Там это сверкает А он Это услышал Услышал Служба Он оборачивается Во Православная Вот смотрите Вот Вот Пришла молития В храм Посмотрите У нас Сколько икон Святые Вон Ангелы Здесь изображено Вот Все святые Да когда Она не смотрит На святые А смотрит На мою задницу Да громко Так До того Это было Все А он оповернулся Опять И опять молится Ничего Это Гена Он сейчас Покойный То есть намек ясен Всем если рассмотрят на иконы А сами святят Как бы своими задницами Ну вот такой намек Понятен Ну все А ты бы даже Сейчас-то усыхал Это даже бы Не надо было парировать Усыхал Промолчал бы И все Здесь ко всему Никита Надо относиться Более Как-то Я говорю Что прежде чем Какие-то такие вопросы Поднимать Ты уже видишь Как ты уже Болезненно реагируешь Даже на какие-то Ну кто-то сказал Там тебе как-то Шутка ответил Ты и болел А ты бы первым делом Подошел бы ко мне Батюшка Как посадить Как вот мне кажется Вот это Как бы это Может поговорить Там или что-то Вот так вот Теперь есть у нас Братский совет В церкви Ты бы первым делом Ты сразу вылепил Это все А теперь А вот Теперь меня выставляют Там Да никто тебя не выставляет А все Ну имеешь же Каждый Ты имеешь Суждение А почему Он не имеет Или другой Человек не имеет На это Суждение Я знаю Я знаю Что такое Как у нас В храме Я показывал Наши фотографии Видео Во многих странах Где было Показать Видео Ооо Какое у вас Говорят Там сразу все А что у вас Это старобрядцы Да нет Не старобрядцы Ну просто мы ввели Форму одежды Такая Кто-то там Данимали Все Ооо Как куклы Все одели Как матрешки Стоят все Одеты Относились Волоски Там не видать И прочее Ну так у нас Такая форма одежды Только это На богослужение На молитву Вот и все Нигде нет Ну Батюшка А если Поменять И сделать Клирос слева А это все Перенести На правую сторону Что? Клирос Чтобы стоял Слева Полностью Все перенести И все Стоят слева А то что там Справа Направо Поставить Ну это столы И что Это изменит Легче Загородку Это не изменение Просто можно Загородку Ничего Не изменит Мы можем Только что Клирос Сделать Чтобы Допустим До плеч Были закрыты Слева Кланетесь До плеч Закрыты Это делают Так что Отговор Так это Сделали Передвижную Шерму Не слышно А что-то Слева Или вправо Если был бы у нас Слева он стоит Там и метров Десять Ширина была бы Храм А стоит На метр Ты Стала На полтора метра В сторону И что Дальше будет Но надо Лицом Чтобы стояли Все равно будете Кланяйтесь К алтарю Кланяйтесь Не к окну Все приходят А почему Лицом Святой Святых Стоим Это ничего Здесь нужно Себя Начинать Почему Это так Что не было Столько Сейчас Вопрос Действительно Понимаешь Это вопрос Возникает Это естественно Что возникает Это замечание Это естественно Но это не то Что виноваты Не они Кто-то А это Во мне Нужно Это Во мне Это Возникла Проблема Вот Что Делать Значит Вы Растешь Вы Вырос Дети Пока Маленькие Они не замечают Ничего Этого Вместе Играют Вместе Купаются Подозначают Подрастать Начинается Замещает Уже Это Понимаете Мне 29 лет И вы думаете Я всегда такой Святой был Вы знаете Как я раньше Жил И что я делал Вы думаете Мне это в новинку Все Поэтому Ты не замечал Этого Надо мне Думать Совсем До святого Принимать Что я такой Раз Прозрел Как бы Увидел Женщину И прям Ничего себе Женщина Просто Здравое замечание Что они стоят Слева Мужчина Справа Это Я ничего Больше Не сказал Только Вот это Я веду Хорош Реал Подумать Надел Чтобы Придумать Какую Ширму То есть Там Квирошане Как обычно Вообще Ничего У нас Маленькая Саша Необязательно Широкая Необязательно Высокая До плечей Можно Вот Прогрузили До порции Все Они вот такие И ребенок Сядет На стучек Уже Не отдай Ничего Вообще Небит Он приезжает Пола лета А мы Леша Живем Мальчик Я сказал Что Тогда Ширмочку Сделать Для одного Человека Для неким Вот Смотри Вот Веред Такую Сделать Может Его Это братский совет А не женщины Почему говорят 99% А братский совет Где у меня Сараса тебе Сделать Он не предлагает У меня ширур Поставить Вот братский совет Нормально Приноси Собой Это знаешь Когда Вы видели Как называется Шоры Лошади Чтобы не пугали Вся Там У них На глаза Надевались Это Десерина Возвращается Если сегодня Собрание У меня Тут кое-что По собранию Есть Поустав Кого-то Дети Соблажняют Дети Что С размером Плач Какого Давайте Обожняю Давайте Уже Об этом Говорить Бесполезно Ну Насколько Согласен 350 Хотя бы 300 Было Вообще 200 300 Все равно Не Давайте Баранов Поднимем Баранов Давно Не Менялись 50 Рублей Уже Очень Давно Чуть Чуть Добавят Давайте Чуть Чуть Рублей Есть Сделай Хоть 30 Давайте Баранов Кто возьмет Моих Баранов Я отдам Сегодня Всех Забирайте Моих Барабаш Разберется 60 Рублей 60 Делайте 60 Последний Год Последний Год Делайте Семьдесят Чуть Семьдесят Баранов Чуть Шестьдесят Договорились 360 Да Четыре Десять И Семьдесят Баранов Чуть Вы Шестнадцать Тысяч На Тридцать Дней Сколько Двора То есть Месяц Прошел Год Баранов Нет Большого Больше Чуть А Семьдесят Будет Сколько Двора Значит В графике Пока Сколько Не две Недели Получается А Если До Июля Больше Ну Сейчас И Семьд Добавится Ну Вы Поймите То Кто-то Может Он Не Смор А Кто-то Может Скать Я Пропасую Личний День Заработать Чтобы Ну Нет Это Уже В личном Порядке Договариваются Да График Существует Существовать Должно А там Уже Договариваешься Сам Да Основные Графики Где Подменить Допустим Получается Шесть человек Никита Отказывается Не за то Что бы Я отказываюсь Нет Он не отказывался Он поднял руку Все Я не поднял Чтобы Пока Рисанай Закончится Мне там Срочно Делать По-любому Лиха Один день Воскресенье Это Ну почему Ну до июля Это потом Эти отойдут Кто там До июля Он там Потом Может помочь Почему Ну дайте Мы эти Три недели Как-нибудь Уж потихонечку Прохосем Ах ты Никита Ты вот Даже я А ты бы так Значит Знаете Я согласен Но мне Кстати Давайте мне Значит По ведру Картошки Я могу дать Просто лук Севок Умин до килограмма Он нам Севок Да Он там Севок По это Да По стебле По литру молока И все И даже Тебе и садить не надо Представь Су сорок коров Да я бы тебе По ведру Там это Зависки Ты картошку Даже продавать Был Если так Никита Если грядка готова Лук не дал Я приду Посажу Ну конечно Грядку Сама Нет Пойдешь Ну а воскресенье Это не рассматривается Я раз Делюсь День и суббот Воскресенье День Господень Ну ты Пости Бога Никаких Вскучений Нет Не надо А изгородка Делаешь В хресенье По Барнаулу Хожу с братьями Благоветствую Людям живым Коровым тоже Можно Там же Благоветствую Во весь голос Благоветствую Столько птиц Столько Клещей Тогда получается Шесть Пока Да? Пусть будет Пока шесть Подожди А Глушкова Сколько лет? Я уже больше А? Все Все Бальчик У него день Заново Нет Давайте До 60 Повышим До 60 День Завтра Все Может у него Приедут дети Так Ладно Ну все Договорились Да? Да Завтрашнего дня Во сколько выгоняют? Ну завтра идти Ветеринары Ветеринары Завтра нет А может быть нам пока Дня 2 Во вторник Игорь там уезжает Куда Уезжает Да? Давайте Пусть все равно Будем Нет Это не Причем Нечем Надо угонять Там все Завтра День Меняться Как-то будут Меняться С обеда Завтра До вечера До 12 Они привыкнут Пока там Так Только так Выгонять все В один день Скотину Особенно Крупно-рогатые Я этих пока Придержу еще Чтобы этих А то они Первый день Будут все Там Бодать Выявлять Это Главенство Сейчас это Всегда будет Они будут Весь день Только там Бодать В этот день Но Чтобы один день Они отбодаются День Потом уже На второй день И уже все Спокойно Каждый уже Становится В свой ряд Где ему Выделиться Там положено Первый Второй Третий Они уже Знают Это Всегда Так Бывает Первый День Они Выявляются Отношения С 12 До 6 И Без обеда Или С Обедом И Позже Ну Как Ветеринары Закончат Нет Вообще Потом Напосходите Как Полдня Сколько Пасти Долго Будет И Опять По Полдня Нет Я спрашиваю Со скольки До скольки С обеда Без обеда Может пока С 12 До 6 И все И не загонять С 12 До 12 Не выгонять У нас Ребятишки До 12 До 12 Получат Если только Начнете Выгонять Они До 12 Постоян Предлагайте А то Время Пока Решили Время Первые Пока Не знаю В первые Дни Можно Изменить Потом Предлагайте Восемь Или в девять В девять В девять В девять Выгонять До часу Там Четыре Часа Там Два Часа Перерыв И Еще Там Четыре Часа Будет И все А Наоборот А Вечером До скольки До Семьи Если Сделай Так Выгоняйте Утром В девять До Часу С часу До Трех Обед Загонять Наобед А с Трех До Семи И все Опять Четыре Часа Нормально Пока Будет Сейчас Давайте Сейчас На Два Три Дня Только Составим А потом Будем Переформатировать Процесс Ну да Может Проглить Там Это Все Ну вот Сейчас Вы Так Составьте И все Договоритесь По Обстановке Смотреть Давайте Здесь С Девяти До Шести Часу До Трех Пока Так С Девяти До Шести Часу До Трех Перерыв Через Девяти До Шести Посем С С Не Будет Хватать Увеличивающим С С С Трех До Шести А потом Не Будет Хватать До С покороче здесь а потом удлинять молчи какого края давайте зеребьи брать того давайте как обычно со старостью начинаем нет, вам лучше на субботу нет, на расчете все, как раз бы нам на субботу выпало их на старость а тогда кто будет? ну а как, до своей школы что-то попасу, 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 обеда ты причем пусть обеда да, деда попасу а Степа уже не может постепить? только возле лагеря, далеко я не буду ходить сейчас никуда далеко, сейчас ходить и не надо сейчас только здесь куда сейчас дорога, сейчас там лага не пройдет, еще снег в лага сейчас здесь только, где-то нет, ну смотри, если моя папа дядь, у меня еще вопросы есть, насущные у нас... Леша, подожди, я уже дожду Борисович, у меня вопрос папа хотит сажать картошку да, и что нужно? ну... какая похода-то еще? в непаханую землю садить и все будет хорошо у нас Андрей всегда договариваются да еще рано, сыро, потом... не проходит еще этот... ну хорошо, хорошо значит договариваться будем Леша хотел сказать... это после троицы где-то так ну вставайте уже, тебе не дадут слова да нет, просто это... у нас собрание проходит, ну как положено, два раза, да? а жизнь-то идет вот, и поэтому последнее забудьте с тем же малышом вот они, значит... как бы требуют некого редактирования что ли или добавки к нашему уставу вот допустим Илья Анатольевна я вам потом вот это дам, да? вы же еще не записываете то есть я сейчас предлагаю потом мы голосуем там, кто-то свои мысли высказывает в том числе батюшка то есть надо или нет к первому пункту вот хотелось бы добавить значит одиноких людей мужского и женского пола в том числе разведенных запрещается принимать деревенскую общину остальные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке на общем собрании путем публичного голосования членов общины вот это вот значит добавка к первому пункту устава гласить как раз о том кто кого можно принять что он там должен не лгать там не пить не курить и как показывает практика и когда я приехал я слышал где-то на слуху что якобы разрешили одиноким у кого-то спрашивают кто-то говорит да нет не разрешали кто-то разрешает то есть когда нету это написанного конкретно вот так и будет там один говорит разрешали другой не разрешали это должно быть четко прописано что нельзя допустим то есть не принимаем и все одиноких людей вот и этому есть причины конкретные и также разведенных вот мое предложение как вы батюшка как основатель согласен я с этим потому что это не единожды у нас было такое что из этого ничего не получается речь идет о вновь а может кто-то приедет и познакомится там или может нормально приедет и один будет жить можно здесь смотри остальные случаи рассматриваться в индивидуальном порядке на общем собрании вот здесь предусмотрены этот случай вот но сразу сразу если ты там какой-то разведенный то есть или там одинокий то есть уже как бы потому что у нас было это не по пунктам а так было я за это всегда был что приезжает там человек одинокий допустим он жена где-то там обязательно чтобы приехала жена посмотрела пообщалась с жителем это я всегда говорил из-за этого чтобы тогда вместе с женой они здесь тогда принимают уже решение будет приезжать или а то он приехал допустим а у меня жена где там я построю она приедет а есть она жена у него или нет жены никто не знает даже получилось так что не знаем кто приехал это малыш или большой то есть никто не видел даже документов у него не посмотрели а когда спрашивать он фигу пока вот вам они документы то есть не покажу вам документы просили сколько-то так и нет не покажу и все отстаньте от меня а теперь говорят что другие у нас о видишь вот видишь как неправильно выжили а он объявил всем войну практически всем войну обвинил я вас ни за кого не признаю вы никто здесь мне на свои порядки устанавливать давай нагнетать и земля плоская не шарообразная и власть у нас незаконная это уже высказано собрание власть антихристова в россии то есть президент антихрист выходит патриарх это масон он тоже не недействительный патриарх то есть ничего нету поднял войну против всех возмущения ну какое обратились куда мы как мы у нас нет власти если было как у казаков тут же бы его на лавку вы порыли как следует и заворота проводили иди пришел никуда жаловаться не надо вас куда мы обязаны к властям обратиться были потому что для нас это все дорого здесь какой мы трудностью зарегистрировали даже поселок официально это было трудно мне пришлось в москву в думу я ездил был в думе в комитетах ходил там провели меня но как трудно было школу зарегистрировать все это с трудностью с такой забывалось ему то это нет приехал на готово на все и это все неправильно это вас жизнь здесь вся неправильная неправильно это неправильно богу вы молитесь вы никто есть вы все еретики раскольники ну а как мы обратились именно к власти никакой жалобы на него что такое сякое не было иди зарегистрируйся пиши заявление на землю что тебе строится землю никакого заявления писать не буду почему а вся земля господня где хочу там устроить я объясняю Роман но ни в одной стране этого нет везде есть закон как ты так ну приехал бы ты сейчас где-то бы в Америку и стал бы захватил я буду здесь ну нигде этого нет ну свидетельство в Австралии русские первым делом что первым делом они обращались чтобы им наделили участки земли им наделяли иммигрантам участки земли а тогда уже начинают на этом участке земли они строить разводить хозяйство ну нигде нет ни в какой стране даже в ветхом завете когда народ израильский выходил как им Иисус Новин надел этому колену отсюда досюда то есть намерял ему этому там колено так было так а нет а мне нравится вот здесь возле Ордана другая а я вот здесь буду нет каждому колену наделял где земли и по нему так было что по количеству одно колено было большое другое ну поменьше было не все одинаковые колена то были ну одному колену вообще ничего не дал а вам говорит питайтесь а а на сегодняшний день на наших ребят которые уже здесь как он значит если мы продолжаем сейчас говорить про какие ребята вот Никита у него уже есть свой дом он уже как бы не но подожди Лена здесь Иосифа Иосифа здесь другое дело он живет с родителями сейчас я я поясню он не один приехал как скажем он живет с родителями живет с родителями строится это случай совсем другой вот смотрите дайте мне слово значит что касается Иосифа там допустим вот Володя живет один я не беру говорю тех которые уже как бы участвовали в жизни давно допустим когда я сюда приехал я здесь не жил но правильно я написал заявление все проголосовали да я все года здесь меня все знали вот речь то идет не об этом речь допустим про про парней вот это конечно тоже к Игнатию Тихоновичу у них есть здесь свои дома у вас заявление есть в наши члены деревенской общины заявление нету они не члены деревенской общины они прописаны здесь вопрос как они могут быть прописаны их не дома здесь и если они собираются жить тогда просто призываю вас да напишите заявление чтобы это все было как бы на на нашем уровне на законном на нашем тут Abram нет влагнуть претензии какой я член крестово-звиженского общины община не имеет отношения вообще никакой У нас деревенская своя община община деревни и потеряевка у нас есть устав С instruments есть две общины есть церковная которой я не отношусь а деревенская община которая есть сустав данное данная ситуация с романов еще раз говорит о том что И что я подчеркиваю, что устав для нас, и для меня в том числе, это важная составляющая, потому что после ухода отцов-основателей у нас не останется ничего. Вот сейчас есть они, сейчас есть их авторитет, все, потом ничего не будет. И если мы сейчас, допустим, тот же устав, что-то не добавим, что-то не подпишем, то потом очень сложно будет нам. Устав это то, чего мы придерживаемся, то, на что люди смотрят, ориентируются. Теперь у нас есть пункт такой 13, там написано об исключении с членом деревенской общины. За три этих замечания, там каких-то исключаются. Так вот, допустим, вот она ситуация. Он стоял здесь, он не подчинился требованиям деревенского собрания. Это последний наш, как говорится, управляющий орган. Значит, я предлагаю добавить. За невыполнение требований собрания во главе, значит, с деревенским советом и старостой, из-за возникших обстоятельств и претензий к одному из членов деревенской общины, последний исключается из деревенской общины. Вопросы исключения членов деревенской общины решаются на общем деревенском собрании. Вот собрание. Значит, поставили вопрос ребром, там, показать паспорт или еще что-то. Если человек всех пренебрег, всех, это даже не пожелание батюшки или просьба какая-то, то как может такой человек остаться в членах деревенской общины? Вот, он у нас числится. Поэтому сейчас мы голосуем за то, чтобы его исключить. Вопрос можно? А дальше, вот этот пункт мы ведем, а дальше, что с этим членом делать? Он здесь живет, как на него воздействует? Если у него замечания есть, если мы его исключаем из деревенской общины, а дальше что? То есть дальше мы должны посмотреть вариант этот, что дальше с ним делать? Дальше, раз он не член общины, он живет сам. Так это еще хуже будет. Если он не деревенская община, а тем не будет общаться. Он будет как барьер. Я не говорю, что это малыш, это может быть какой-то другой вариант. Да любой. Любой. Он все, он сразу отсекли, вот. Ты не хочешь нас поддержать? Извини, же, висок. То есть тот человек, который не соглашается с нашим уставом, который не подчиняется собранию, как последнему, последней инстанции здесь, то о чем речь тогда вообще? Его исключили, все, а дальше уже машина уже своим ходом пойдет. Наверное, о том говоришь, что сейчас идет разговор, даже члены уже наших общин. Некоторые говорят, во, видишь, как батюшка с Игнатием поступили, как в 37-м году в КГБ заявили на его. Вот я и хотел сказать, что... А что? Подожди, заявили мы что? Заявили, что он что-то там делает? Ну ничего. Заявили, что тот человек приехал и не хочет регистрироваться, встает. Только одно. Помогите нам как-то разобрать этот вопрос. Он не показывает документов и не хочет регистрироваться, человек наш. Вот и все. На его только это, чтобы... Помогите разрезать. А когда коснулись, он, значит, там... Сейчас ему что сделали? Пять лет въезд в Россию запрещенный? Так, как я слышал, пять лет. Вроде. Да, на пять лет. А если он бы стал, потихоньку бы все было. Он никуда... Нет никаких претензий, как ему к человеку нормальному. Нет никаких. Трудолюбивый. Все было. Все было. И вдруг стали все врагами. Я стал для него врагом. Вчера вот меня причастился, а сегодня приходит, я тебя не признаю больше. Игнатий Тихонович, следователь, сказал, говорит, дайте нам какую-то бумагу, что вы не против, чтобы он не писал никакой регистрации, чтобы жил просто так. Ну и вы просто дайте, чтобы мы не были подсобниками. Тем более человек с враждебного нам государства. Вот так получилось. Не мы эту политику делаем. Докончить можно? Да. Ну тогда дописать к этому пункту, что сообщить в органы, что мы его исключили из деревской общины, что он из-под нашего контроля вышел. Чтобы на него какое-то было воздействие. Это уже само собой действует. Как это? Нет, я говорю. Игорь, а если простой человек, вот не как Роман, он там как-то себя там повел, там, то есть, понимаешь, ситуация может абсолютно разная. И это главное. А дальше, я говорю, дальше уже машина уже начнет по-своему работать. Смотрите, что с Романом получилось. Он же сколько раз говорил нам, а выгоните меня. Последний раз мы с ним разговаривали, я в Корчетной жил, он мне звонил. Он говорит, ну а как вы меня выгоните отсюда? Он говорит, ну как меня бог выгоните? Просто выгоните, заявили властям по подруге. О чем мы говорим, что заявили. А об этом это. Вот я и говорю, что это последний остался рычаг давления. А ты знаешь, почему заявили? Потому что он гражданин другого государства. А если гражданин нашего государства, если он ведет там себя нормально, то есть, тут совсем другая ситуация. Это уже в частном порядке будет решаться под конкретной ситуацией. Поэтому как бы здесь. У нас другой пункт есть, что вопросы, которые не могут разрешиться здесь в общине, только тогда можно обращаться в органы. Вот и все. Это уже есть. Это пункт есть. Это есть. Вот следующий. Мы не могли разрешить с ним это. Поэтому мы обратились, мы обязаны были обратиться. А кто за человек живет вы? Ведь они, бывает, каждый год приезжают, участковый спрашивает, как у вас здесь все, никого, посторонних нет? Да нет, все у нас свои живут. А это посторонний человек оказался. Посторонний, совершенный, враждебный, настроенный. А то же сам Роман говорил, как вы мне выгоняете у вас устава. Ну очень просто. Мы его не выгоняли. Мы его не выгоняли. Я понял, чтобы это было логически в уставе. Вот логически, вот логически. А ну что, какой логик? Я всем в прошлом году раздавал уставу. Крутишь, есть логика? Какая логика здесь? Если нет устава дома, я всем раздавал.